так чайок с всем приветики продолжение утрешнего видео так значит на комментарии немножко отвечает позавтракаю с вами так я хочу кушать время уже с 15 9 я сегодня приподнялась так ольга какая-то ольга мне пишет на интервале за 20 дней шоу 50 килограмм 55 килограмм 50 у меня четыре с половиной никакого интервала ничего не было исключила только хлеб и это за месяц правда и сладкая поэтому к этому как его интервальном голодание отношусь как бы сказать помидорки не сахарила ничего знаете прям хочу таких семян хочу семян таких помидоров главное чтобы они были не это не гибриды на я думаю что теплицах навряд ли гибриды сажают какая-то яичница просто обалдеть так что для девочки глянула идет запись или не идет идет поэтому интервальное голодание как это говорится интервал там восемь на шестнадцать я знаю про него про это интервальное голодание моих диета или как она называется похудение интервальное не всегда она срабатывает просто понимаете люди думают что вот они там 16 часов вместе со сном ну спят это тоже хоть время никогда не ешь 16 часов не ешь 8 ешь и люди думают что в эти восемь часов можно есть все что угодно сколько угодно и когда угодно ничего подобного там тоже надо ограничивать себя вот поэтому не надо в этом это уже второй раз у у меня похудение у меня тоже кстати второе похудение первый раз мы минус было 15 у меня почти минус 40 было первый раз вот потом потом поправилась потом поправилась вкуснятина такая еще развалилась перевернулась понимая кальций и чего-то там еще витамины шипучки это я считаю так я никогда не принимала витамины девочки никогда никогда помидорки вкусные обалдеть никогда не принимала поэтому я считаю что если я ем фрукты овощи мясо яйца белок и гречку я ем что я еще ем иногда макароны ем иногда картошку ем овсянку ем перловку ем шонку ем то есть я считаю что в моем рационе хватает вполне достаточно всех витаминов которые я употребляю поэтому ну если кто-то себя ограничивает то конечно может быть им витаминов не хватает может им надо витамины по это самое марина москай написала просто супер я хлеб уже не ем целый год и на одном месте это же ольга отвечает это углеводы значит другие углеводы компенсируют отсутствие хлеба даже гречку есть надо две столовые ложки а это углеводы только длинная картофель это быстрые углеводы он вообще противопоказан девочки вот чушь не несите углеводы в организме должны быть и углеводы бывают не только в крупах в гречке макаронах хлебе я не знаю почему я включила хлеб но вроде бы безобидный продукт но вот я заметил что есть я не ем хлеб и сладкое худею у меня это так а насчет углеводов углеводы есть фрукты это углеводы в овощах тоже есть углеводы но помимо всего там есть еще клетчатка и прочее прочее поэтому знаете чтобы быть не пить вот эти вот витамины лучше употреблять в пищу то что и содержит и углеводы в придачу потому что без углеводов никак должен быть баланс должны быть все и жиры и белки и углеводы различные микроэлементы должны присутствовать нашем организме дополнять наш организм пищей вот марина может быть у вас как бы сказать это вот вы хлеб не едите ну наверное сладкое едите вот фрукты смотрите фрукты тоже не все полезно есть например виноград нельзя там практически нет клетчатки и ну как бы сказать там полно сахара ольга в похудении главное судить желудок ну да к осталью уже будет по ощущения по ответству как пойдет с этим возможно я согласна вот но не изучив все тонкости интервального голодания или как она называется похудения интервальной диеты как хотите назвать даже не беритесь не садитесь на нее потому что вроде как бы она и так да таком похудение надо сносить с осторожностью то есть это не значит что можно есть все и в неграниченных количествах и только 16 часов не есть так девочка и рачка меня всегда прям вот радует своими комментариями и фотографиями так что это она готовила кофе в турке варит такой в кофе аппетитный у нее на картиночку выстрела смотрите не знаю видно вам или нет это я сделаю может быть и увидите не делает смотрите какой кофе аппетитный вообще обалдеть вообще обалдеть заготовки свои пишет конечно же шапочку дошила и шапочку доделала так что написал доделала очень не написал наверно доделала делала оля не винить себя за вино даже если ты выпил это не из-за него значит для повышен сахар все может быть все может быть это первое у меня у мама болела сахарной диалетом поэтому все может быть поэтому не буду грубить себя то просто знаете случай такой был у меня муж пошел сдавать комиссию проходил а куда он проходил в короче у него был повышенный сахар может быть это было на права но это было давно это было давно мы в этой квартире живем уже семь лет восемь будет а мы жили тогда еще в частном секторе поэтому это он уже вот поменял права второй раз а то наверно на права меня и у него тоже был сахар повышен 6 с чем-то 6 с половиной может быть ему врач сказала ты пойдешь не врача знакомая на сказал когда пойдешь перед этим побудь день на кефире и вот почему кефир то пошел почему это сейчас мы не выдерживаем уже а тогда спокойно мы выдерживали то есть день на кефире и пересдай в общем попил кефиру пошел пересдал у него сахар это или вот сколько он сдает у него сахар ну в принципе в норме поэтому меня спасибо сахарный диабет я говорю нет не знаю я не буду говорить все возможно сказали купить этот самый глюкометр я думаю нам нужно мне или нет я думаю пока что наверно не буду покупать красавец котейка сколько ему лет барсику уже наверное лет 6 7 уже не помню далее 7 поэтому это достали говорят красивый кальян что нет это девочки вам поисели и из турции привезла как сувенир как память ну а станет лучше не таких нету интересных сейчас смотрю чё на этом не понаписали тик токи галина можно вас попросить снять вашу улицу силе стадиона до самого первого дома 24 с противоположной стороны от вашего дома мы там проживали ну как буду студеном мы сейчас там не живем дома продали уже там нас его нету галина гурлакова как незнакомая наверно приезжей скорее всего как только буду так сниму 35 лет победы как только попаду в студеная так это сниму обязательно наличная галочка на галдере соус кемали есть к чему это было сказано не знаю интересная вас галочка дачи за что свои показать не могу с урала ну дача как дачу обычная дача у нас я говорю что мы нам до дачи ехать на машине минут 7 минут 7 на машине нам ехать у нас ближние дачи и еще у нас есть дальние дачи но туда ехать ну сказать вот город заканчивается нам ехать минуты 3 ну а туда минут 15 может быть если на переезде конечно не застрянешь дальше туда есть переезд вот эта железная дорога которая мимо нашей дачи туда дальше распространяется и дорога который идет на те дальние дачи она проходит вот именно через переезд на по которому идет ну такое движение интенсивное ну и очень часто поездают часто его закрывают можно застрять на переезде надо знать примерно хотя бы расписание движения поездов чтобы математика любовь моя так насчет петрушки хорошие идеи подали насчет петрушки ну вот она как-то знаете она вроде как бы у меня и рву но новых я не вижу чтобы она росла мне новых я не вижу чтобы она росла но чтобы новые эти расточки шли петрушка вот видите девочки ее обрезать обрезать а новых-то росточков она у меня не дает не дает поэтому ну не знаю зато продлила все равно немножечко что будет сколько сидим столько сидим сколько будет столько будет так что тут еще интересного который меня и чуренка каждый приятно вашем возрасте услышать что все нормально со здоровьем но не все конечно нормально скажем так пойдет не на ними кино некоторые или мы рекомендуют немного красного вина я не знаю меня не красная была вина девочки но было то ли яблочное то ли грушевое я уже не помню какое у меня подсуну оно такое домашнее вино короче не ягодные ну пусть будет красное оно такое желтенькое по россии беларуси сахар норма 5 и 5 я вообще считаю что норма 5 остальное это наш сахар 6 и 2 еще не высокий но нужно дальше провести обследование с нагрузкой не знаю тут знаете юзер юзер написано кто читал так что еще он бывает понюхали только понюхал еду и уже килограммы растут я засмеялась конечно ну да это мы так говорим что вроде мы как бы ничего не едим оказывается на факт это а вот какой-то там на заднем плане же желто-блокитным о боже что за город это не город а свалка какая-то горняк это лучше какой горняк какой горняк не . раз я написал кастрюль с ними живу там где я живу какой город у меня есть такое есть приятного аппетита ну много комментариев было пару татухи я не буду дальше эту развивать идею я уже ответила почему я вдруг начала кстати у меня дочери нет татуировок нет хотя по молодости что-то там пыталась билета чего-то она вроде это советовала столь что негативно к этому конечно отнеслись но першим у нее есть у него здесь на носу маленькая такая вот так сказать маленький я не знаю может бриллиантик да навряд ли не бриллиантик может быть цирком каком-нибудь или еще чуть-чуть такая носу при малюсенькой как капелька и больше не денег внука пока нет пока нет ну как ты говорится тюрьмы из отцу мы не зарекается не знаю ему 18 лет только будет пока то он еще как сказать под опекой родителей а там ты узнает чем все это закончится они шети гитаристы игроманы любят себя откалывать вроде как бы негативно к этому относится ну понимаете иногда наши дети говорят нам то что мы хотим слышать а не то что они надумают на самом деле и это вот факт непреклонный факт дети не всегда нам все рассказывают не хоть хоть какие ваши дети золотые серебряные бриллиантовые хоть какие они всегда говорят только то что хотим слышать мы но во всяком случае пока они находятся сказать ну под нашим влиянием что ли вот а когда они уже поступают такую взрослую жизнь то иногда не поступать совершенно все наоборот поэтому спасибо девочки что позавтракали со мной немножко поговорили немножко на ваши комментарии ответил потому что я иногда ну просто не успеваю потому что я просто не успеваю муж у меня сейчас подработки у него нет он только уходит вот сторожит и все и все поэтому поэтому не надо мне писать купить это купить и все тем более что сейчас мы вообще как дополнительного заработка лишились а то что мне там приходит вы не думайте что не это миллиона зарабатывали еще чё-то если меня там приходит 10 рублей в день то это это я не за эти 10 рублей мне просто приятно с вами общаться мне просто приятно с вами общаться и приятно читать ваши комментарии мне приятно что кого-то что-то задевает из того что я тут какие-то темы ну сказать озвучиваю свои отношения какой-то там проблеме или какому-то ну к чему-то иногда просто рассказывают свою жизнь какая она есть без всяких приказ безо всего она сижу как чучело наверное знаю что это объяснимая меня себя даже не вижу эту снимать и такая какая есть какая какая есть вот это не помытая ну и ладно помою не сегодня так завтра посуде помоты и не сегодня завтра помою ну что все бывает жизни все бывает жизни поэтому я должна заморачиваться на праздники дочка с внуком должны приехать собачками приедут по бедный барсик она такая прикольная я люблю эту собачку не барсика всегда жалко лет они приезжали на балкон убегал сейчас куда будет убегать часто холодно уже у нас холодно девочки нас холодно вчера укрыли виноград украли виноград не все сделали даже не весь перегной раскидали и перегноя этот капуст половину раскидали но его мало девочки нам не хватит на хватит только вот где росла картошку на сна эту часть ну это будет быть хотели купить перегной а потом что решили что будем выписывать конский перегной в гранулы гранулирован вот я увидела на одном канале девушки секреты жизни на даче по-моему вот и это залеза на велбери смотрю там есть и поэтому буду выписывать за зиму я по на выписываю сейчас уже нет она выписываю постепенно и весной буду носить его и под картошку и под все 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 потому что огород на огород надо удобрять вот что такое я выпишу этот самый перегной что в мешках вот этих я заказываю они 10 килограммовые поэтому я думаю это и к весне вот этими чурника мне дала хорошую идею что она все загадавливать зимой эти все удобрения все вот эти вот пестициты или как они не пести ну очень короче неправильно она выразилась все препараты скажем так для борьбы с вредителями поэтому вот буду тоже выписывать потихонечку не сразу все потому что сразу все мне просто пенсии нам ну очень короче наши средства не хватит и сразу все в это выписать потихонечку месяц выписываю на следующий месяц еще выписывать это перегной я думаю я выпишу сегодня не сегодня завтра в этот месяц этой пенсии со следующей пенсии следующий так за зиму я его к весне но выписываю мне хватит удобрить свой свой небольшой огородик ну еще вот это вот фосфорно-калейные всякие буду выписывать азотная азотная как статья купила я не обрабатывал что я хотела мочевины тоже обрабатывать ну вот она мне написала не надо чуть-чуть теперь уже листья типа облетели поэтому и она у меня мочевина осталась но это же азотное удобрение поэтому ну это по первости сразу чтобы росло все а потом чтобы уже все плодоносило надо и кстати знаете девочки я читала что для того чтобы ремонтантная малина например поспела раньше срока то же самое помидором ко всем относятся помидоры ягоды все чтобы раньше поспевали надо удобрять фосфорно-калейные удобрениями и тогда они будут раньше плодоносить начинать а то же самое и вот малина ремонтантная касается чтобы она не в октябре ягоды давала я почему не хочу ремонтантную я буду выписывать малину весне или выписывать или здесь у нас недалеко питомник может быть там куплю соседка еще говорила что он продавал недорогую малину вот поэтому может быть у кого-то по слухам куплю черную смородину я купила кустик старую мы обработали и новый кустик я один посадила чтобы пока это будет расти а потом тут разрастется белая красная не буду выписывать если они вот мы их обработали тоже если они будут плодоносить и все с ними будет нормально то пусть растут а нет не они я их не очень если честно не очень мы жили когда у нас черная тогда повымерзала а красная дофигища было дофигища было вот но ну варенье я варила с нее я не очень если честно что-то опять на город перехожу я что-то опять на так пеларгония фиолетовая только две штучки я знать я сижу мокрая на жарище настолько это хорошо на улице холодно пеларгония фиолетовый так две штучки только и зашли третья не хочет никак ну может не зайдет ну слава богу хоть две когда одна зашла я и то радовалась слава богу хоть одна зашла на черенкую на черенкую вот у меня этой белой и розовой буду черенковать сажать горшки и по огороду вдоль дорожки буду ставить и все и все прекрасно будет красота и чернобыльцев насажу петунью не знаю буду садить или нет что-то надоело мне ее надо садить рано чтобы она в мае уже цвела нет можно конечно позже но лучше конечно чтобы маять его вместо много все это занимает не буду у меня он весь подоконник заставлен у меня вот подоконник и вот здесь на кухне подоконник все у меня два подоконника на балкон у меня нету на лоджии лоджии у нас 6 метровая у меня нету там этого есть знаете типа подоконников на меня просто дверь вот чем широкая сторона раздвигать и когда составляли пластиковые меняли двери а были деревянные старые я сделал сделать пошире чтобы меня у меня там разильная камера она у меня сломалась она там так стоит на этом балконе туда же старый этот холодильник поставили мы решили что мы его хотели продать его а потом думать отвезем на датчику стоит у нас там есть маленький малюсенький но там найти если мы собираемся жить то там морозилочка вот знаете туда ну как как говорится штук пять котлеты и полкурочки все больше данили но она вот малюсенькая там сам холодильничек то малюсенький поэтому это поэтому так вот я сейчас еще начну чуть-чуть болтать мой-то на работе сиди болтай да болтай болтать там не не с кем только с вами ладно все девочки все пока всех люблю не обращать внимание меня просуду но она уже скоро пройдет люблю вас всех